Первая игра, игра в кальмара, называется «Тише едешь, дальше будешь». Как это относится к ютубу, как это относится к видеоблогерам? А очень просто, друзья мои, мы очень часто вам говорим, что «тише едешь, дальше будешь», потому что любая попытка обмануть алгоритмы заканчивается «смертью видеоблогера», ну в кавычках, да, то есть как бы ваш канал блокирует и ваш контент удаляет. Почему «тише едешь, дальше будет хорошо»? Мы не раз говорили вам, что смотрите на конкурентов, пускайте вперед конкурентов, пусть эти конкуренты идут вперед, пусть они наступают на грабли, а вы потихоньку будете двигаться за ними. Помните, я приводил пример, тот же самый велоспорт или триатлон, да, когда первый велосипедист, велосипедист, который едет, он на себя принимает весь поток ветра, ну то есть воздух, а второй уже в обтекаемой форме. То же самое в этой, в первой игре «тише едешь, дальше будешь». Посмотрите, как хорошо. То есть те, кто сломя голову, ринулись вперед, сразу получили. Почему? Они не понимали, как работают правила, а золотая середина смотрела, то есть внимательно смотрела за тем, как это будет происходить. То есть в данном случае есть люди, их очень много на ютубе, видеоблогеров, которые начинают делать канал, я думаю, что вы не из того числа, которые не читая правила начинают делать канал. Если мы это применим в жизни, то очень просто, есть очень много людей, которые берут кредит в банке, не читая договор с банком. И потом удивляются, как это так, что они за телевизор, там, стоимостью две тысячи долларов заплатили пять. Но у банка все хорошо. То же самое в правилах ютуба тоже все хорошо. Вы можете делать канал, делать, 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 не читая правила, ломануться. Второй момент. Те конкуренты, которые идут первыми, они погибают. То есть вы, как наблюдатель, вы уже опытный волк, вы уже опытный боец и понимаете, что первые, это такое пушечное мясо. Их отправили и нормально. Вы выждали и пошли уже тихонько по стопам тех людей, которые шли. Здесь момент такого плана, что тише едешь, дальше будешь. Вся эта история про то, что если бы эти люди, которые играли в эту игру, первую игру, следовали правилам, не паниковали, не совершали каких-то лишних действий, у них хватило бы времени тихонько доходить от начала игры и до конца. То есть если просто следовать правилам и не паниковать. То есть первая игра, это игра про то, что соблюдайте правила игры. То есть внимательно подумайте, взвесьте за и против, потому что организаторы игры дали возможность и они просчитали варианты, что эту игру можно пройти за это время с запасом. Алгоритмы Ютуба, правила Ютуба то же самое. Они дают правила, по которым некоторые каналы достигают успеха. И раз они достигли, соответственно, и вы это сможете. Какая тут мотивация, какая тут цель, какой вывод с этого первой игры, игры кальмара, это тише едешь дальше будешь. То есть стоишь, смотришь, готовишься. Но то, о чем многие не говорят и то, что является проблемой у многих. Эта проблема называется время. Очень много людей, и мы об этом в школе говорим, говорят себе, что я готовлюсь, и я сделаю это все завтра. Но мы же понимаем, что завтра не наступит никогда. Правильно? Именно в этом случае, в этой игре включается таймер, то есть обратный отсчет. И обратите внимание, те люди, которые не перешли за черту, то есть не выполнили условия и остались, то есть опоздали, тоже погибают. То есть как это работает к нашим с вами каналам? То есть вы можете попасть в тренды, вы можете поймать волну, вы можете взять к себе огромное количество подписчиков. Давайте на примере, чтобы вам было ясно, просто и понятно. Была игра Pokemon Go. И вот на этом формате все более менее адекватные видеоблогеры, которые играли в эту игру, начали делать себе контент. Начали делать этот контент про Pokemon Go и начали создавать. Кто-то ринулся вперед, брал чужой контент, брал чужую музыку, брал запрещенные кадры и канал терял. Кто-то, посмотрев, как это все работает, проанализировав, как в игре кальмара, прошел, получил результат. Получил монетизацию, получил аудиторию и спокойно эту аудиторию перевел на другую игру, потому что он умеет. А кто-то, и эти люди есть даже сейчас, делает канал про Pokemon Go сегодня. Он опоздал. Его канал родился мертвым. Почему? Потому что он, заходит в тренды, он ведет выборку трендов, допустим, за пять лет, видит там Pokemon Go и думает, о, это сейчас в тренде, ну и что, что нас не играют. Наверное, играют в Америке, наверное, играют, и тут вот я такой молодец, и делает. То есть он опоздал. И это как, если сейчас мы будем делать и заниматься, мечтать о свечном заводике. Там попы продают свечи, там, да, там где-то там на свидание продают свечи, там, свечи для торта продают. Но это не то, что было раньше. И вы сейчас можете просто тупо опоздать. Вот сейчас видно огромная волна, там, да, особенно год назад сайтов, каналов про COVID-19, да, пам-пам-пам, вышло, и теперь они закрылись. А почему? Потому что YouTube ввел правила, где запрещающие, YouTube, Google, даже Яндекс ввели правила, запрещающие без специального образования вести такого рода канала. Почему? Потому что людей вводили в заблуждение. Вывод всего этого. Игра «Тише едешь, дальше будешь» в игре в кальмара напрямую говорит нам о том, что, первое, сначала изучите пути, изучите конкурентов, изучите идущих впереди, смотрите на их ошибки, на их грабли, и потом идите. Идите, закрываясь конкурентами, закрываясь ошибками конкурентов, смотрите на те ошибки, которые они совершают, и не повторяйте их. Но не забывайте про время, потому что, если вы опоздаете и придете последним, то, скорее всего, как в этой игре, алгоритмы вас просто не распознают, и ваш канал не то, не то, что будет заблокирован, просто он будет никому не нужен. А это хуже всего. То есть, когда вы делаете то, что никому не надо. То есть, вот есть две ипостаси. Первое – это вы делаете то, что никому не надо, или не делаете ничего. Вот что хуже? Наверное, то, что вы делаете то, что никому не надо. Потому что вы тратите время, ресурсы, и вместо того, чтобы делать правильный, интересный канал для себя, для аудитории, и чтобы вам хобби приносило доход, вы делаете то, что никому не надо. Хотите больше информации – welcome на консультацию. А мы продолжаем.